Всем огромный привет! Сегодня я вам буду показывать, что я заказала в Фаберлике по 9 каталогу. Заказ у меня маленький, заказ я делаю только для себя. И я как новый представитель получила один подарочек. Ну, начнем, наверное, с заказа. Решила себе взять два вот таких вот средства. Одно у нас укрепляющее средство по уходу за ногтями, а второе основа сыворотка под лак. Так, вот вам видно. Каждое средство, если покупаем сразу два, будет стоить по 115 рублей. Так, смотрите, вот они были по каталогу. Основа сыворотка под лак наносится у нас в качестве восстанавливающего средства. Несколько слоев дважды в неделю. Вот я по этой причине его и взяла. И написано, что укрепляет ногти уже после трех недель применения. У меня ногти не растут, они у меня слабенькие, тоненькие. И второе средство у нас идеально для ногтей после наращивания шелака, то есть восстанавливает тонкие ломкие ногти, не содержит фальмадегида. Будем пробовать, тестировать. Итак, пошуршу немного. Можно сказать, знаете, что у меня заказ был такой ароматный по большей части. Так, ну а кое-что я еще взяла из вещей. Вот такие вот шелковистые колготки с заниженной талией. Никогда не брала в Фаберлике, но я знаю, что все прям хвалят, практически все любят эти колготки. Очень, причем любят. 20 здесь Ден и размер 2С. Ну, это у меня, по-моему, бежевый. Так, давайте просто так буду ложить. Вот так, следующая. Коленьке взяла майку. Я повторила в прошлый раз. Я брала зеленую, а Коля хотел красную. Ну, я просто не спросила у него цвет, то есть заказала ему свое сметание. Значит, вот такой вот 116 размер, 100% хлопок. У них очень классное, крутое качество. Давайте сейчас открою, вам покажу. Кому ему она немного большевата, то есть она пойдет и на будущий год. В общем, классное качество, у нее потрясающее. Могу тоже всем советовать. Они сейчас по скидкам шли, по-моему, по 199 рублей. Плюс еще, как скидка представителя. В общем, хорошая, классная футболочка. Теперь у нас две таких, в разных цветах. Так, давайте вам покажу парфюмы, которые я купила. Я давно тестировала в пробниках Ферикс Сенсуэль. И мне он очень понравился. Это было, наверное, год и даже два тому назад. И вот я все мечтала купить. Здесь, вы знаете, была классная акция. То есть покупаешь любой формат Сенсуэля. Они, по-моему, в трех видах. И получаешь один формат бесплатно. Значит, вот этот, получается, я купила. А вот этот аромат пришел мне как в качестве подарочка. Здесь 30 миллилитров, но, тем не менее, это отличный презент. И получается у меня два парфюмчика. Так, аромат у нас представлен как мягкий восточный аромат с оттенками шоколада. Обволакивающий чувственный аромат. Очаровывает бархатом шоколада и корицы. Изящно наполненных нотами жасмина и иланг иланга. Основные ноты здесь жасмин, шоколад и корица. Очень приятный аромат, очень интересный. Вы знаете, начальные ноты здесь исключительно цитрусовые. То есть, да, первое нанесение, по идее, первое знакомство должно именно отдавать начальными нотами. А там грейпфрут, помело, что ли. В общем, совсем одни цитрусы. Я не почувствовала вообще этих цитрусов. Не знаю, где они вообще, правда. Когда на запястье уже этот запах прижился, аромат, да, прошло, наверное, около часа. Я, знаете, что мне напомнил этот аромат? Вишневые, вишневое варенье, вот, или вишневый сок, вот, что-то такое более, то есть, не компот, а более такой, да, насыщенный по аромату. В общем, классный аромат, но единственное, на лето он вряд ли подойдет. Все-таки здесь и сладость есть, и шоколад вот этот, да, сладкий. Не могу сказать, чем мне пахнет больше. Здесь, конечно, я чувствую и цветочные какие-то нотки. Будем тестировать, но, как я сказала, аромат мне понравился, поэтому я ни капли не разочарована, что я его взяла, а только рада. И, вы знаете, взяла еще один аромат. Взяла по описанию, то есть, я этот аромат не тестировала, я с ним никогда не была знакома. Я взяла вот, была такая страничка, бонусом идет любой аромат за 249 рублей. Я решила взять пандор. Значит, это у нас гурманский фруктово-пряный аромат. Основные ноты абрикос, пралиней, мускатный орех. Ой, в общем, аромат обалденный. Я прям сразу нанесла, думаю, ничего себе, он сладкий. На жару он не пойдет. На жару? На жару нет. Он довольно интересный. Не знаю, что-то здесь и молочное что-то есть. И карамельное вот это вот, да, видимо, пралиней у нас идет. И также здесь еще и, поскольку пряные пряности, вот этот мускатный орех, он тоже чувствуется. Также чувствуется, опять же, сладость и вот эта прям вкусность фруктов, то есть абрикос. Очень интересное сочетание. И, опять же, я угадала, мне понравился этот аромат. Ну, он более сладкий, чем феерик. Хотя феерик, ну, здесь, наверное, только шоколад, да, единственное, что дает сладость. Более сладкий. Поэтому, скорее всего, на более прохладную погоду. Но, вы знаете, в любом случае я их протестирую. Вот, и последнее, что у меня. А, нет, еще два продукта. Значит, там раньше такого не было. Появились распродажки, акции в распродаже. И, получается, гель там рублей 35, по-моему, стоил. Честно говоря, я считала, что распродажи – это то, у чего проходит срок годности. Ну, вы знаете, здесь срок годности нормальный. Нормальный. То есть, вот этому гелю год. Может быть, они после года начинают как-то распродавать. Вот. Ну, то есть, не поджимают прям так сроки. Я давно хотела лаванду попробовать именно с лавандой. Потому что, знаете, косметических средств лаванды, в принципе, их немного. И вот фаберлики, по-моему, это единственное, что есть с лавандой. И как-то все не доводилось. А тут, думаю, все, надо брать. Тем более, за такую цену. В общем, взяла попробовать. Здесь написано и гель для душа, и пена для ванны. Аромат хороший. Аромат мне понравился. Надо будет попробовать на ночь искупаться. И последняя – это у меня палитка для бровей. Палетка. Пришла мне в подарок. Честно говоря, не знаю. Я смотрела в списке. Мне вот только палетку. Тушь, видимо, в следующий раз. Вот такая вот кисточка. С одной, видите, стороны такая, а с другой. Вот такая вот, как бы жестяная коробочка. Мне единственное, знаете, непонятно. Она как-то закрывается совсем неплотно. Я не могу понять, она... То ли она как-то на магнитах. В общем, неясно мне. Она была запакована, чтобы ничего... Видите, она прям вообще легко еле... Здесь зеркальце довольно крупное. Да, палетка, конечно, прикольная. То есть в каталоге она смотрится более такой, знаете, более девчачий, более дешевый. Так, она и большая. Скажем так, совсем по-другому вид. Это карамель вот, какао вот эти вот. Я брови не крашу. Ну, в общем, я попробую как-нибудь с ними поиграться, поэкспериментировать. Давайте я сейчас нанесу на руку, да, и покажу вам. Так, и вот этот вот самый темный. Вот, смотрите, как самый темный передался. Это карамель, это какао, и это вот второй. Вот этот вот, который. Ну, мне кажется, очень даже неплохо. Будем смотреть, как они вообще будут растушевываться, не будут. Так что, в принципе, я довольна. Вот такая вот палеточка довольно большая. Ну, все, мои хорошие, всем спасибо за просмотр. И всем пока. Всем пока-пока.